Всем привет ребята! Вы на канале своими руками, с вами я Савонтий. Представляю новое устройство в линейке Denny's H265. Это U-Clan Denny's H265 T2C. Основным отличием приставки Denny's T2 выступает стандарт приема. Раньше и сейчас у U-Clan в модельной сетке присутствуют либо спутниковые, либо комбинированные, либо IPTV ресиверы. В линейке T2 у U-Clan всегда были устройства с поддержкой интернет-сервисов. Собственно они и начали первыми внедрять поддержку интернет-сервисов в T2 приставках. Например, T2 HD Internet или успешно продающаяся по сей день U-Clan HD SE Internet. У этих T2 тюнеров самая лучшая поддержка ПО среди всех. Даже и конкуренты, несмотря на свои объемы, так оперативно не исправляют ошибки в ПО. Например, когда перестает работать YouTube и внедряют новые функции как U-Clan. Однако T2 приставки такого уровня как Denny's никогда не было ни в линейке устройств U-Clan, ни у какого-либо другого конкурента. Поставляется он в такой вот красной коробке U-Clan Denny's H.265 T2 HD. Стандарт DVB-T2, DVB-C. То есть T2 эфир и кабель. Давайте посмотрим на комплектацию. В комплект поставки входит сама приставка, адаптер питания. Немного другой, чем у модели Denny's, потому как он имеет характеристики. 5 Вольт, 1.5 Ампера и немного другой штекер, чтобы не вставить 12-ти вольтовый. Для T2 приставки и не нужен 12-ти вольтовый блок питания, достаточно EPT. Кабель HDMI в комплекте, что является приятным дополнением. Выносной инфракрасный приемник для скрытой установки в самой приставке. Пульт дистанционного управления, знакомый уже пользователям модели Denny's. Точно такой же, как и во всей предыдущей линейке. Также батарейки к пульту. И инструкция пользователя. Инструкция пользователя имеет русский, украинский, английский языки. Вот такой комплект поставки. Сразу из коробки он готов к подключению. Ничего докупать отдельно не нужно. Рассмотрим новую модель поближе. Denny's H265T2 выполнен в таком же корпусе, как и обновленный Denny's Premium. Корпус точно такой же. Пластиковый. Сверху матовая часть, глянцевая. И часть корпуса с перфорированными отверстиями. На передней глянцевой панели можете видеть логотип. Спереди под глянцевой панелью имеется экран, который показывает либо номер канала, либо время. С левой стороны два USB порта стандарта 2.0. Выход для внешнего инфракрасного приемника. Клавиша recovery для входа в режим восстановления. Сзади расположены основные разъемы. Это вход под эфирную антенну, либо кабель T2C input. Выход для цифрового звука SPDIF. Аналоговый выход AV стандарта MiniJack. HDMI out. Выход цифрового видео. Ethernet LAN порт для подключения к интернету. А также разъем для подключения внешнего блока питания напряжением 5 вольт. Имеется разъем для карт условного доступа, но это просто разъем. Реально здесь нет карт ридера. Но раз уж мы снизу, здесь имеется 4 резиновых ножки. 2 отверстия под навес на вертикальную стену. Ну и перфорированное дно для лучшей вентиляции. 2 боковые USB входа предназначены для подключения USB Wi-Fi адаптеров, USB флеш-накопителей, флешек для записи телепрограмм на флешку или чтения файлов с нее, внешних HDD и других устройств. На передней панели никаких разъемов нет, только 4-разрядный 7-сегментный дисплей для вывода номера текущего канала или часов. Все это настраивается. Вот такой корпус имеет данная модель. Сверху также можете видеть логотип U-Clan. Набор разъемов здесь не особо отличается от других T2 приставок. Особым преимуществом в этом вопросе является наличие Ethernet LAN, что позволяет подключить ресивер к интернету не через Wi-Fi, а через RJ45 кабель. Не секрет, что по Wi-Fi интернет сервисы работают не так стабильно. Сигнал может быть слабым или просто прерываться. Для этого здесь, как и в других вариантах линейки Denny's предусмотрен LAN вход, что редко встретишь в T2 тюнерах. Основным преимуществом DVB-T2 тюнера U-Clan Denny's H265T2C будет выступать отлично зарекомендовавшая себя оболочка программное обеспечение Denny's. Меню абсолютно такое же, как и во всей линейке Denny's. Только вот здесь вы можете видеть, идет настройка только DVB-T2 и DVB-C. Настройка производится очень легко. Можно сделать автопоиск, либо поиск вручную. Также здесь существует такая функция, как архивирование и восстановление. Вы можете экспортировать, либо импортировать настройки, делать дамп прошивки. Также существует такая функция, как DLNA. Она постоянно включена, и вы можете связывать его со своим смартфоном и делать стрим телепередач на свой смартфон. Существует также редактор каналов. Здесь можете под себя редактировать каналы установки, аудио-видеонастройка, разрешение Full HD, настройки OSD меню. Здесь меняются все обои. Можете видеть обои меню ланчера, обои меню радио, обои меню. Я подключен к сети через Ethernet, но его можно подключить через USB Wi-Fi адаптеры, а также через USB 3G модемы. Установка Wi-Fi. Можно включить VPN, время дата, родительский контроль. Дополнительные настройки. Можно запрограммировать при включении, какая функция выводится. TV, главное меню, радио, веб-тв, YouTube, IPTV Start. Вот все эти функции можно настроить на первичный запуск при включении приставки. Это очень хорошая функция, потому что некоторые могут смотреть просто IPTV. Не использовать даже T2 антенну. Использовать как интернет-приставку. Также можно сделать горячими клавиши F1, F2, F3, F4. Посмотрите, какие функции можно вывести на них. Быстрый доступ к таким вот приложениям. Для настройки доступно 4 клавиши. Включить веб-интерфейс. Можно зайти на приставку через веб-интерфейс, введя в строке любого браузера IP-адрес вашей приставки. И зайдете в веб-интерфейс данной приставки. Установка передней панели. Яркость экрана в режиме ожидания меняется. И яркость во включенном режиме. И что отображает дисплей в режиме ожидания и во включенном режиме. Обновление прошивки. Чтобы обновить ПО, не нужно танцев с флешкой и поиском прошивки по форумам. В среде Деннис это реализовано проще. Обновление ПО Деннис осуществляется через интернет. Когда на сервере появляется новая прошивка, Деннис Т2 увидит все это сам и предложит вам обновиться. После подтверждения вам останется лишь подождать пару минут и все готово. Как вы можете видеть, есть обновление по USB. Можно выбрать обновиться с USB. Но если вы не хотите этого делать, есть обновление по интернету. Меню PVR, браузер записей, домашняя сеть, список таймеров. Можно задавать таймера на запись. Хранилище. Сейчас подключена USB флешка. Установки PVR. Настройки, куда записывать. И настройка сетевых ресурсов. Вводите адрес удаленного компьютера, на котором расшарена папка. И можете с этих расшаренных открытых папок просматривать контент на данной приставке. Сетевые приложения. Это настройка сетевых приложений. Но и отсюда можно их запускать. Давайте я вам покажу, как они выглядят на рабочем столе. Основным преимуществом DVB-T2 тюнера Uclan Denny's H265T2C будет выступать отлично зарекомендовавшая себя оболочка. Программное обеспечение Denny's с поддержкой IPTV, сталкер порталов, веб-ТВ сервисов и прочих преимуществ. Можете видеть, веб-ТВ сервисы были доступны только в линейке Denny's. Этого сервиса не было даже в Denny's IPTV. Но, как вы можете видеть, в новую модель T2, программное обеспечение внедрили этот сервис. Можете видеть, сколько здесь доступно киносервисов. Также здесь есть YouTube, отсюда можно зайти. Очень большое множество онлайн кинотеатров. И даже на различных языках, кроме русского. Давайте посмотрим, как он работает. Зайдем, выберем. И вот, можете видеть, можно использовать, как обычную, интернет-приставку. Все отлично работает, все хорошо показывает. На любой вкус можете выбрать кино, либо передачу смотреть. Медиа, просмотры ваших внешних накопителей. Погодный информер. Интернет-радио. Также можно прослушивать интернет-радио. YouTube. Также рабочий YouTube. Доступна авторизация. Можете зайти под своим логином, паролем. Давайте что-то запустим. Вполне рабочий YouTube. Если он перестает работать, то в новых прошивках все быстро подправляют. И вот вполне себе рабочий YouTube. IPTV старт. Можете просматривать IPTV листы. Клавишей ОК выводится меню. Можно клавишей 2 загружать с внешних носителей листы. Если лист имеет группы, то он показывает вам это. Демо ТВ. Приставка поддерживает кодек H265Hevk. Вы можете видеть, здесь есть демо ролики. Можете просмотреть. Они запускаются для показа возможностей данной модели. Можете видеть, все работает без каких-то лагов, без тормозов. Можете ввести адрес сталкер портала. И здесь вам будет также доступен сталкер портал. Можете запустить и просматривать телепередачи через сталкер портал. Также можно ввести другие сервисы. Еще один YouTube. Можно загрузить самообновляемые IPTV листы. Extreme Server. Приложение для файл Teleport OTT. И если ваш оператор предоставляет ваш IPTV лист, то вот есть для этого приложение. Также можно добавлять сюда какое угодно количество клавишей Option. Можно любое приложение добавить фавориты. Добавить ресурс. Любой ресурс можно добавить несколько раз. Двигать их под себя, удалять, переименовывать. И заходить в установки ресурса. Вводить адрес, имя, пароль. Вот такая отличная и уже вылизанная да нельзя оболочка линейки Denys доступна в новой T2 приставке. По приему цифрового сигнала T2 у приставок Uclan никогда не было проблем. Заниженного уровня сигнала, обрывов и прочих проблем. Так что за работоспособность основных функций Denys T2 не нужно беспокоиться. Для этой T2 приставки это не станет какой-либо проблемой. Подтверждением этому служит беспрецедентная работа T2 тюнеров в приставках Uclan Denys Combo. Всем спасибо за просмотр. Если было полезное видео поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.